Всем привет! В судно Алексей Марышев и его брат-близнец Григорий Михеев, российского происхождения и архангельской приписки, было арендовано компанией Ocean Wide Expedition, главным образом для нужд голландского университета. Название точно не помню, врать не буду. Часть места шло в коммерцию, то есть получается и полезно, и выгодно. На судне было достаточно много ученых, в основном морских биологов и орнитологов, поэтому вечера часто проходили в виде живых презентаций и лекций о том или ином открытии. Судно большое, надежное, и если говорить не об условиях проживания команды, то комфортабельное. Нам повезло, команда оказалась на 100% русская и очень душевная. Для нас, трех единственных на судне русскоговорящих туристов, это было просто потрясающе. Команда нас встретила очень радушно, они были в рейсе уже 11 месяцев и соскучились по русской речи и по русским людям. Спрашивали, нет ли чего-нибудь у нас на русском языке, книг, газет, даже старых. Потому что от долгого нахождения в плавании у них начался информационный голод. Так что если соберетесь в подобную поездку, возьмите команде почитать. Можно также взять черного хлеба, буша и не продают. Уверяю вас, команда будет в восторге. В плавании нет никакой связи, нет сотовых вышек, нет интернета, не везде даже ловит спутниковый телефон. Потому что спутники летают в основном над северным полушарием, меньше над южным. А над Антарктидой почти не летают. И если я не путаю, то Инмарсад совсем не работает, а Иридиум работает иногда. Электронная почта есть на корабле, тоже спутниковая. Но скорость настолько низкая и связь настолько неустойчива, что с трудом проходят короткие текстовые сообщения. Так что фото и видео до возвращения в Аргентину не запостите. После размещения на корабле вам предложат пройти к корабельному доктору. Он вас осмотрит, измерит температуру и давление, спросит о жалобах и хронических заболеваниях. Честность ваших ответов остается на вашей совести. Но следует помнить, что у Антарктиды место суровое и больниц там нет. Так что если есть серьезные противопоказания, лучше вообще не ездить в подобные поездки. Также судовой врач спросит вас о переносимости качки и наличии морской болезни. В этом случае, если вы конечно не законченный космонавт, рекомендую попросить наклеить пластырь от качки. Пролив Дрейка – это соединение Тихого и Атлантического океана. Идти около трех дней. Поэтому даже при относительно хорошей погоде, качка такая, что больше я нигде в своей жизни такого не видел. Раньше моряки, проходившие пролив Дрейка, вставляли себе в ухо серьгу. Даже опытных моряков там подташнивает. Поэтому рекомендую наклеить пластырь и выпить пару таблеток Дромины в момент выхода из порта. Пластырь очень сильно действующий. И в России такой не продается. Он запрещен. Там содержится то ли какой-то жуткий яд, то ли наркотик. Где читал, пишут по-разному. Но железно действует на протяжении всего плавания. Правда, на вторые сутки немного падает зрение. Чуть расплывается изображение. Но после его снятия, также в течение двух суток, все восстанавливается. Я снял его при приходе судна в Антарктиду. При переходах вдоль береговой линии у меня не было признаков проявления морской болезни. Хотя качки там тоже существенно не было. Перед обратной дорогой я уже начал было думать, что вообще не подвержен морской болезни. И не наклеил пластырь. А зря. Детали рассказывать не стану, но после начала процедуры обнимания унитаза попросил незамедлительно выдать мне пластырь. Но во время морской болезни, если она уже началась, он уже так стремительно не действует. Я лег спать и только на утро следующего дня состояние нормализовалось. Вернусь к нашему выходу из территориальных вод Аргентины в пролив Дрейка. Первое, что восхищает, кроме гигантских волн, это ночное небо. Нигде я не видел такого неба. Если вам повезет и будет чистое небо, а в летнее время оно обычно чистое, рекомендую одеться очень тепло и выйти полежать и посозерцать звездное небо на верхнюю палубу. Мы пролежали 3-4 часа. Видно все. И газопылевые облака Млечного Пути, и такое количество звезд, что кажется это не темное небо, утыканное звездными точками, а наоборот, восхитительное зрелище. Советую с собой взять любую имеющуюся самую мощную оптику. Что нам скажет, старший помощник, будут у нас волны еще сегодня? Сегодня волны обязательно будут. Другой вопрос, какой высоты? И будет ли их видно ночью, да? А ночью темно. Волк, как правило, не видно. Но ощущать будете? Где-то через сутки, то там, то сям, начинают мелькать стаи пингвинов. Смешно смотреть, как в первый раз их увидел, сблигается почти весь корабль. Зато на обратном пути уже реакция такая. А-а-а, пингвины. Слева по борту такой огромный вообще. Вон, весь вывернул вообще. Другое дело киты, которые тоже здесь часто встречаются. Сейчас их популяция в Южном океане растет, в связи с запретом на их промышленный лов. До этого воды кишили китобойными судами и плавучими фабриками. Дело принимало серьезный оборот и грозило полным истреблением. Теперь отрасль здесь не существует. Только как памятник осталось разбитое китобойное судно, которое подстреленный гарпуном огромный кит из оставшихся сил затянул на мель и разбил о берег. Так они и лежат рядом. Кости кита на дне с гарпуном и остатки корабля. Оборудование с него поснимали. Остался только ржавый корпус, куда теперь могут заплывать в качестве развлечения дайверы. Подплываем. Мы поближе к айзбергу поснимаем. Вот проходим айзбергу. Состав нашей экспедиции состоял из двух групп. Дайверов и, как мы их называли, пальтошников. Пальтошниками преимущества были орнитологи. Дайверы изучали морскую флору и фауну. И с теми, и с другими коммерческим туристам будет достаточно интересно. Но что следует знать о дайвинге в Антарктиде, так это необходимость иметь опыт минимум 20 погружений, а лучше 50. Сертификат PADI или SSI не ниже Advanced. Обязательно иметь сертификат сухого костюма. Желательно иметь сертификат айсдайвера. Также рекомендую тем, кто погружался только в тропических морях, попрактиковаться погружением в холодных водах и в сухом костюме. У нас это можно сделать на Белом и Баренцевом морях и даже в Подмосковье. Проще всего обратиться в Рудаев. Сухой костюм очень отличается от мокрого. Не надейтесь, получил свежие корочки, что все будет просто. У нас был один парень с УВД сертификатом и опытом в 8 погружений. Его просто не допустили. Здесь также нет гидов, которые, как в тропических морях, идут с вами под воду и сопровождают вас и также помогают. Это экспедиция, и вы сами по себе. Здесь тот человек, который называется Кидом, сидит в зодиаке и не ныряет. Он только помогает принимать снаряжение и выбраться на борт лодки. Если вы утонете, то формально вас, конечно, немного поищут, но экспедицию прерывать никто не станет. У нас, слава богу, все прошло без эксцессов. Но в предыдущей экспедиции нырящик утонул. Перебрал алкоголь и накануне. Так что максимальная ответственность и серьезность. Антарктика без ответственности не прощает. Также я не рекомендовал бы проныривать под айсбергами под водой и тем более заплывать в ледяные подводные пещеры. Потому что в любой момент может произойти сдвиг, и никто вас оттуда уже не сможет достать. Также надо быть бдительными с дикими животными. Имеют место случаи нападения морских леопардов на людей. В отношении себя, например, я отмечал несколько раз агрессивное поведение. Помогает растопыривание рук и ног в разные стороны. Тюлени кажется тогда, что вы большой, и он отступает. Не убегайте, не нападайте, и ни в коем случае не загоняйте животных в тупик. Были смертельные случаи. Людей кусали, и они умирали от кровопотери. Акул я в Антарктике не встречал. Косатки бывают, но они не нападают на людей. Медузы попадаются, огромные, со шляпкой диаметром в метр, и щупальцами метров по 7-8. Они такие огромные, что трогать я их решился только ластой, хотя в сухом костюме вроде как ничего не угрожает. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Да, мы идем. Теперь мы идем. Продолжение следует...